К другим темам. Большое количество мусора не только источник экономического обогащения, но и средство воспитания чистюль. На недавно открывшемся в Энгельсе заводе по переработке и утилизации мусора будут повышать экологическую культуру школьников. Как именно, узнал Юлия Шишкина. Недостаток сырья этому заводу не грозит. Жители Саратовской области производят около миллиона тонн мусора в год. Энгельский мусороперерабатывающий комплекс принимает и перерабатывает твердые бытовые отходы из 12 районов Левобережья. Как обращаться с мусором цивилизованно, на экскурсии показывают учителям экологии. Энгельский завод открылся в марте и считается самым крупным из подобных производств при Волжском федеральном округе. В тоннах мы получаем на сегодняшний момент порядка 150 тысяч тонн. А вот о чем говорил Соколов, что у нас производительность поздравляет принимать 250 тысяч тонн, то есть у нас есть резерв еще. Но учителей хотят удивить не только мощностями завода, но и напугать. Риском погрязнуть в мусоре, складируя его по старинке. За год на территории области прирастает 40 гектаров мусорных полей. Сейчас в регионе около 600 свалок, 250 – несанкционированные. Пора сделать мусор экономически выгодным. Решили в регионе, нашли инвестора и купили немецкую высокотехнологичную технику. Древесину, ветки и сучьи здесь перерабатывают в компостные удобрения для продажи садоводам. Остальные отходы сортируют. Этот процесс в основном автоматизированный. Разрыватели пакетов, барашители, сепараторы разбирают прибывшую партию по сортам и величине. Отдельно металл, пластиковые бутылки, бумага, стекло. Специальный сканер вычисляет пластик и его выбрасывает на ленту к сортировщицам. Здесь уже без ручного труда никак не обойтись. Потом металл, пластик, картон и бумагу продадут на вторсырье. Неликвидные отходы просто складируют. Учителя экологии под впечатлением. Мы сами посмотрели на этот процесс. И когда посмотрит ребенок, то он увидит, да, как всего этого много, как это страшно и как это опасно для моего здоровья. Меньше отходов не станет, но зато сознание у людей. То есть, может быть, их станет меньше на улице, на полях, потому что все это летает. Вот это. На завод уже начали водить экскурсии школьников. И до конца текущего учебного года повышать экологическую культуру здесь будут 500 учащихся энгельских школ и лицеев. Есть планы по расширению производства и у областных чиновников. Я думаю, что в течение двух лет у нас на территории Саратовской области будет полностью создана система, которая уже действует здесь в Энгельском муниципальном районе. И мы решим такие вопросы несанкционированных свалок и замусоренных территорий. В следующем году подобный завод планируют построить в Балаково и централизованно перерабатывать мусор из районов Правобережья. А третье по очереди производство может появиться в Саратове. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.